МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Хунзакском районе прошел фестиваль по ледолазанию Матлас-2024. Самый длинный туристический маршрут в скором времени появится в Дагестане. Где именно, смотрите в выпуске. Золото Кубка России выиграл каратист Гаджи Гаджиев на соревнованиях, которые проходили в Нижнем Новгороде. Два человека погибли и 29 пострадали за неделю на дорогах Дагестана. Всего с 19 по 25 февраля зарегистрировано 20 ДТП, сообщает госавтоинспекция. Последняя авария с летальным исходом произошла в Анцукульском районе. Мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и съехал в обрыв с высотой 250 метров. В результате ДТП 32-летний пассажир скончался на месте. Сам водитель и второй пассажир доставлены в больницу с различными травмами. В Дагестане продолжаются поиски осетинской спортсменки Анны Сарматовой, которая пропала в нашей республике после соревнования по тайскому боксу 10 февраля. Сотрудники Следственного комитета, МВД и ОФСБ проводят спецмероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Они осмотрели прибрежную зону в Каспийске, где последний раз видели девушку, и номер в гостинице, в которой она проживала. Также силовики допросили 25 свидетелей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения, которые они изъяли с побережья. МВД Дагестана назвало новую сумму ущерба, которую причинил жителям республики бывший начальник пожарно-спасательной части по Аттабасаранскому району. Как сообщает республиканское ведомство, два года назад Акиф Алипашаев получил от граждан за трудоустройство в систему МЧС не 4, а порядка 5,5 миллионов рублей. Мужчина оставил себе деньги, не выполнив при этом никаких обязательств, после чего скрылся в неизвестном направлении. Его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Если бы пострадали от действий данного лица, просьба обратиться по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Экстремалам здесь рады. В Хунзакском районе с 22 по 25 февраля проходил фестиваль по ледолазанию Матлас-2024. Крутой склон, впечатляющий подъем, упорство спортсменов и радостный гол болельщиков. На этот раз спортсменам нужно было покорить не гору, а замерзший водопад. Как проходило спортивное мероприятие, расскажет моя коллега Салия Магомедова. Ей слово. Вид отсюда поражает своей опасной красотой. На самом деле, вся эта ледяная стена – замерзший водопад. Участникам для победы необходимо покорить ее в максимально короткое время. Но сделать это не так просто. В Туманный Альбион превратилось место проведения фестиваля по ледолазанию Матлас-2024. В Хунзакском районе он традиционно проводится на замерзших водопадах. Толщина льда здесь достигает трех метров, а крутизна склона – 90 градусов. Как отмечают сами спортсмены, лучшей локации для проведения такого мероприятия не найти нигде в стране. С ними согласны организаторы. Это замечательное место, уникальное. Я считаю, такого плана у нас в Дагестане нет и в ближайших регионах, и в Центральной России такого нет. На вершину ледяной стены спортсмены забираются при помощи них. Ледорубов, которые они держат в руках, и специальные металлические подошвы на ногах. Их еще называют кошками. Каждый экстремал должен на скорость подняться на 15-метровую высоту. Среди тех, кто на этом маршруте испытал свой характер и стилу воли – 21-летний Нажмудин Рамазанов. На вопрос, какими качествами должен обладать человек, решивший покорить водопад, молодой участник отвечает сознанием дела. На фестивале по ледолазанию эмоции зашкаливали у всех. Радостный гул болельщиков и членов команды придавали силу участникам спортивного состязания. Вот и Нажмудина поддерживал его тренер Ахмед Абдулаев. Их команда приняла участие в этом спортивном событии лишь во второй раз. Не все прошло так гладко, но шансы на победу были у каждого. Первый круг был очень сложный, не все получилось, как хотели, но второй более-менее. Как-то все выравнивается. Надеюсь, третий круг, если мы в него пришли, будет еще легче. Но, в принципе, для второго раза участия, они в прошлом году участвовали, это их сейчас второе соревнование. В принципе, неплохие результаты. Фестиваль по ледолазанию Матлас-2024 проводится в нашей республике с 2016 года. На этот раз он собрал максимальное количество участников. Более 120 человек, которые представляли Дагестан, Астрахань, Москву и Нижний Новгород. Это профессионалы, любители и новички, которые выступали в командном и индивидуальном зачетах. На технику и скорость их оценивали судьи. Участников мы оцениваем элементарно. Кто быстрее залез, мы отсекли время. Все это заносится в протокол. В протоколе подводятся итоги и выявляются сильнейшими. С каждым годом участники все более подготовленными приезжают на эти соревнования. В этом году состязание было посвящено Дню защитника Отечества. Главная цель фестиваля – пропаганда здорового образа жизни и развития данного спортивного направления в Дагестане. Победителям и призерам вручили памятные подарки от спонсоров. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Хунзахский район. Сейчас прервемся на краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест». Затем продолжим. Не переключайтесь. Более 108 миллиардов рублей составляет оборот общественного питания за 2023 год, сообщает Министерство промышленности и торговли Дагестана. Относительно 2022 года показатель вырос на более чем 7%. Таким образом, наша республика заняла лидирующую позицию по ресторанному рынку среди всех регионов Северного Кавказа. И шестое место в целом по стране. В Махачкале к 2026 году появится самый длинный туристический маршрут протяженностью более 8 километров. Проект подразумевает объединение трех общественных пространств. Начиная от новой набережной в микрорайоне Редукторный, путь продолжится далее и Героев Медиков. Далее маршрут пройдет по улице Красноярской с выходом на улицу Хаджибулача к новому общественному пространству у берегов Акгель. Работа по реализации проекта начнется уже этой весной. Регионы Северного Кавказа заняли последние места в рейтинге доступности бензина. Пятерки антилидеров и Дагестан. По расчетам аналитиков, на среднемесячную зарплату жители республики могут приобрести 647 литров бензина, в то время как цены на нефтепродукт за год поднялись на 10%. В знак протеста против боевых действий в секторе Газа действующий летчик военно-воздушных сил США совершил самоподжог у здания посольства Израиля в Вашингтоне. Инцидент произошел на фоне попыток премьер-министра Израиля добиться одобрения кабинета министров на военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Мы ждем тебя, Рамадан. Мероприятие под таким названием прошло в Каспийске в преддверии священного месяца. Вечер просвещения для женщин прошел в развлекательном центре Москва. В программу было включено чтение нашидов, выступление известных в Республике Богословов и сценки с воспитательным уклоном. Инициатор мероприятия – председатель Совета имамов Каспийска Мурат Исмаилов. Сегодняшнее мероприятие – это что-то… Я целый вечер, наверное, плакала от радости. От радости того, что есть такое объединение наших сестер. Дай Аллах каждому, кто сюда пришел, кто намерение сделал тоже, кто не мог. Пусть Аллах будет доволен ими. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди принял делегацию из Левашинского района. Духовный лидер затронул ряд вопросов, которые касались работы с молодежью, в частности, о необходимости принимать решительные меры для борьбы с наркоманией. Также был поднят вопрос о сохранении родных языков и развитии сельского хозяйства в районе. В городах родные языки почти забывают. Потому что здесь аварис, там даргинец, там лезгинец, там табасаранец, здесь кумик. На каком языке они будут общаться? Они вынуждены разговаривать по-русски. А вот это летний период, когда заранее готовят людей, которые проживают в городах, их туда привлекать на какой-то сезон. Бывает, в лагере какой-то дни бывает, там две недели, вот это время. Как мы обращаем внимание на знания их, как совершать правильный амаз. Или параллельно на знания родных языков тоже, чтобы вы обратили внимание. В завершении встречи представителям Левашинского района вручили памятные подарки. Боксер Магомед Курбанов проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBA. 8 марта на вечере профессионального бокса в Саудовской Аравии. Дагестанский спортсмен сойдется с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. На кону вакантный чемпионский пояс в первом среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации. За свою карьеру в профессионалах Курбанов провел 25 поединков и во всех вышел победителем. В своем последнем бою он решением судей одолел американца Рафаэля Икбокве в апреле 2023 года. На счету Мадримова 9 побед в 9 поединках, 6 из которых нокаутом. Каратист Гаджи Гаджи выиграл золото Кубка России. Соревнования, на которых отличился дагестанский спортсмен, проходили в Нижнем Новгороде. Подопечным у тренеров Мурада Гаджиева и Амара Муртазалеева не было равных весовой категории до 75 килограмм. Кубок России является отборочным этапом на игры стран БРИКС, которые пройдут в июне в Казани. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова